МАРАФОН Это дети поколения Z. Это шумные, активные, веселые, талантливые. Они хотят учиться, но, конечно же, в обучении с новыми детьми нужно идти в ногу со временем. Моя слепа, моя слепа, здесь правила и цель для нас. И хоть стаж 15 лет, но это первое классное руководство педагога Энги Ноевой Натальи. Они с восьмого класса вместе, ведут Инстаграм, участвуют в волонтерском движении и все делают сообща. Так и к этой презентации готовились вместе. Наталья уверена, секрет самого классного классного – слушать и слышать своих детей. Современные дети, новое поколение, они другие. Мы не можем им говорить, что вот мы были такие, надо так. Нет, это невозможно, мне кажется. Поэтому вот у нас и песни такие, да, приходится. Я говорила, что я не умею рыб читать, а не научитесь. Впервые о классном руководстве в образовании задумались еще в 19 веке, понимая, что в школе необходимо не только учить детей наукам, но и воспитывать. Называли по-разному – профессиональный воспитатель, наставник и даже групповод. И только в 1934 году главным у школьников стал классный руководитель. С тех пор это и товарищ, и социальный педагог, и нравственный наставник. Он задорный, он креативный, он любит детей и любит своих родителей. Да, у нас сейчас очень сложное время, непростые у нас родители, у нас замечательные дети, активные дети. Поэтому, конечно, работать с родительской и детской общественностью всегда достаточно непросто. И мы вообще очень рады, что государство в этом году в послании нашего президента Владимира Владимировича Путина повернулось вот и к этой стороне школы тоже. И мы очень рады, и наши классные руководители одобряют и поддерживают такое начинание президента. Три месяца борьба. Из 20 педагогов в финальный этап вышли шестеро. На презентацию было отведено ровно 10 минут. Основной лейтмотив – патриотическое воспитание учеников. Этот конкурс с большой историей продолжает шагать по округу. В этапе презентации одержала победу Наталья Ингеноева. А вот победителя всего марафона объявят чуть позже. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.